Всем привет, друзья! С вами Илюха и мы вновь в жестоком мире Шевелли 2. И в этом ролике я вам расскажу о двух оружиях ближнего боя, которые очень достаточно неплохо себя показывают в командном, так сказать, геймплее. В первую очередь это Фальшион, во вторую Маргинштерн. И давайте вкратце, без воды, посмотрим на характеристики данных видов вооружения. Если взять Фальшион, то у нас урон идет по телу легкий 50 очков, тяжелый 65. Если взять Оверхед, то есть удар сверху по голове, то у нас удары все же получаются самые мощные по дамагу. То есть дамаг у нас легкий удар 55, обычный точнее, и тяжелый у нас наносит целых 70 очков урона. Если же брать тычки, то тычки у нас по классике, ну, как правило, самые слабые, это всего лишь 40 и, соответственно, 60 пунктов урона. Но не стоит забывать, что тычок это самый длинный удар в игре из всех возможных с любым видом оружия. Поэтому его иногда следует все же применять для того, чтобы дотянуться до противника. Также с тычка очень удобно начинать комбо. То есть тычок и потом сразу Оверхед или боковой, поскольку тычок, он не так сильно заметен, как классические вот эти боковые удары, так называемые слэши. С ними все же, как говорится, ну, их точнее заблокировать гораздо легче. Если брать специальную атаку, то она наносит целых 80 пунктов урона. В принципе, также из особых перков Фальшиона то, что он дает быстрое, точнее, ускоренное восстановление стамины. По сравнению с большинством видов оружия. То есть, если вы бьетесь с кем-то, отбежали, подождали несколько секунд, то стамина ваша восстанавливается гораздо-гораздо быстрее. Ну, на этом, в принципе, вкратце по Фальшиону все. Геймплей я с ним чуть-чуть позже покажу. И давайте внимательно посмотрим на характеристики Моргенштерна. По Моргенштерну. Ну, если в двух словах, то дамаг у него, в принципе, по всем пунктам гораздо ниже, чем у Фальшиона. Если берем удар слэш, то у нас, соответственно, дамаг либо 40, либо 55 пунктов. Оверхед удар по голове 40 и 60. И тычок у нас 35-45. Специально атака у нас отнимает всего 65 пунктов. Чем же еще Моргенштерн отличается от Фальшиона? Тем, что он чуть-чуть короче, разница очень небольшая, но все же Моргенштерн, радиус его действия будет все же немножечко покороче. Поэтому для того, чтобы нанести ему более, так сказать, лучший удар, нужно сближаться еще сильнее, чем с Фальшионом. Хотя и Фальшион, если честно, я тоже не могу назвать оружием для какого-то боя на средней и дальней дистанции. Только вблизи, только в упор. Поэтому в этом отношении разница не сильно велика. Как видите, дамаг еще у Моргенштерна пониже. Плюс еще из специальных перков у него, в отличие от Фальшиона, это замедленное восстановление стамины. То есть, если с Фальшионом у вас все быстро восстанавливается, то с Моргенштерном, так скажем, все происходит гораздо медленнее. Казалось бы, да, Моргенштерн при таком расчете, так сказать, кажется более, ну, слабым оружием, да. Но у него есть один существенный плюс. Он чуть-чуть, но все же быстрее по скорости нанесения удара, чем Фальшион. И на самом деле, вот лично из моей практики, мне играть, так сказать, и нагибать с Моргенштерном гораздо-гораздо легче, чем с Фальшионом. Хотя разница все же не столь значительна, если вы хорошо играете. Но все равно с Моргенштерном играть намного приятнее, потому что он именно вот быстрый. Можно им разные рода комбы, всякого разного рода, там, удары обманные производить, финты и прочее. И за счет этой скорости он становится таким, ну, очень серьезным, неплохим, я бы сказал, имба-оружием. Поэтому, ну вот, если честно, на мой выбор Моргенштерн гораздо более симпатичен. Хотя и с Фальшионом нагибать, так сказать, у Меча тоже можно. Но на этом вкратце заканчиваем наш обзор, так сказать. И давайте посмотрим буквально два примера с моего недавнего стрима по Шиволри, где я играл с Фальшионом и с Моргенштерном. Погнали. Срезанула, фигня. Убей его. А меня еще помощь дали, нифига себе. Я ему все сделал. Как бы, чтобы его убить. Нормально. Так, надо знамя поставить сейчас. Знамя победы. Теножианцы, как теножианс. Ну, я не знаю, как по-русски сказать. Жители теножи совсем обнаглели тут. Сожгли. Мы тут на этой ферме работали. Выращивали эти. Ну, хотя мы рыцари, мы же феодалы. Нифига мы не работали. Рабы наши, крестьяне. Парень, ты, конечно, не ожидал, да? Такого подхода. Блин, за мной сейчас погоня, погоня, погоня. Где он, выжил или умер? А, вон он, убегает. Ах, ты же. Парни. Так, у меня нету яблоки, яблоки, яблоки. А-а-а, я... Яблоки ел, а. Это, это парень однорукий, даже инвалидов он призвали уже на войну. С теножей. Ужас. И мы победили. Нормально. Ну, пойдемте. О-о-о-о. А-а-а, фальмега красавица, давай. Погнали. Ой, сорян. Блин. Парень, блин, мошка не ловит. Блин, кто-то у меня сзади, что-ли? Парень. Так, ну вот. Нормально, сейчас возьмай крена помочь. Что-ли? О, это жесть, что-то творится. Так, ладно. Что-нибудь мне неплохо? О, парни, я вам аптечку дам. У меня уже тут... Мне надо это, подхил. Срочно, а то там, что-то я залез в какой-то замес. Лютый. Это что-то прям как-то печально. Так, погнали. Пойдем. О, да тут... Что-то мне как-то не нравятся эти ребята. Так, надо немножко... Парень. Так, где... На тебе. А, ну здорово, Пикачика. Здорово, здорово. Сейчас не еще так. Я, конечно, полезного ничего не делаю. Кроме бесполезных убийств. Завалили такие. Ну ладно, ну это... Ну это было прикольно, кстати, с Моргенштерником. Прям вух-вух-вух. Такая партия комбо. Гонка-пушка. Хорошо.